Три тома толкования Священного Корана Абдурахмана Ас-Саадии и сборники хадисов, Сады Праведных, Сахих Аль-Бухари и Буллюк Аль-Марам могут быть запрещены. 9 декабря Лаишевский районный суд Татарстана частично удовлетворил иск о признании шести исламских трудов экстремистскими материалами. Так, экстремистскими были признаны три издания, первый том толкований и два сборника хадисов – Сахих Аль-Бухари и Буллюк Аль-Марам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Руслан Нагиев. По его информации, иск был подан Приволжской транспортной прокуратурой. Все книги, рассматриваемые в деле, были изъяты в казанском аэропорту у некого Руслана Хайрудинова четыре года назад. Мужчина, прибыв из Стамбула в столицу Татарстана, привез с собой 20 книг. Два сборника из десяти книг серии «Исламские науки». На литературу обратили внимание сотрудники таможенного контроля пассажиров казанского аэропорта. Печатные книги были переведены на русский язык, выглядели единоформатно, в твердом переплете с обложками черного цвета, тисненными золотом. Их таможенники направили в Казанский межрегиональный центр экспертиз, который, как утверждает надзорный орган, провел комплексное психолого-лингво-религиоведческое исследование, изъятых у Хайрудинова книг. Экспертиза указала, что в них усматриваются признаки экстремизма, закрепленные в пункте 1 статьи 1 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. В пяти из шести изъятых на экспертизу книг признали наличие информации, призывающей к насильственным и вооруженным действиям, а также пропаганду превосходства ислама. В 2019 году адвокаты выявили ряд нарушений и добились проведения нового анализа материала. В 2021 году была проведена еще одна экспертиза, на основании которой суд и принял последнее решение. Но, как отметил адвокат Нагиев, Московский исламский институт так и не провел экспертизу, поэтому назначили Казанскую. Защита намерена обжаловать решение суда, исходя из недопустимости запрета классической исламской литературы. Субтитры создавал DimaTorzok